Он в больнице, и я подумала, что если его собака у вас, то, наверное, вы должны знать что-то и о нем. Он действительно был в больнице. Я вот честно не понимаю, почему вы до него не дозвонились. Телефон у него был выключен только во время операции. Операции? Ему гораздо лучше, вы только не переживайте. Мы с Рексом регулярно его навещали. Ах, как интересно, вы навещали регулярно. Да, прелестно, прелестно. Так сказать, на ходу подметки рвет? Кто? Мой драгоценный супруг. Здорово. Никогда не замечала его за этим занятием. Но вы-то его, конечно же, гораздо лучше знаете. Да нет. Оказывается, я его совершенно не знаю. Ну хорошо, я могу, я могу понять, что ему захотелось как-то изменить свою жизнь, так сказать, поменять лошадей, но вы-то, милочка. Милочка? Ну это же скорее вы. Вас ведь зовут Людмила? Михайловна. Людмила Михайловна. Я не очень понимаю, вот ваши претензии ко мне конкретно в чем? В том, что вы, дорогая Ирина... Евгеньевна. Попытались через нашу собаку захомутать моего супруга. Захомутать, меняет лошадей. Это, видимо, что-то очень личное. Из далекого-далекого детства. Только я не очень понимаю, как можно такую сложную операцию провернуть через собаку. Вы же рекса имеете в виду, да? Я вас, вас имею в виду. Меня? Именно вас, вашу наглость и беспринципность. Но только знайте, что еще одно, одно поползновение в сторону моего супруга. И вы очень горько об этом пожалеете. Ах да, еще не стойте на моем пути. Ах да, еще не стойте на моем пути. Что случилось? Ты чего здесь? А вы разве не встретились? С кем? С Людмилой Михайловной. С кем? Она что, была здесь? У меня такое ощущение, что она до сих пор здесь. И что? Ничего особенного. Она сказала, чтобы я тебя не хомутала, чтобы не стояла у нее на пути. Что-то типа того, какая разница, уже не важна. Эр, ну ради бога, извини. Представляешь, я только что, вот час назад я был на квартире, чтобы вещи собрать. И вы просто разминулись с ней, наверное. Если бы я знал, потом я сразу к тебе с Рексом гулять. Послушай, у меня больше никогда ничего не будет с моей женой. Я, я правда не хочу лезть в ваши отношения. Да никакие отношения. Да выясняйте между собой, есть у вас отношения или нет у вас отношений. Я только вот... Я только тебя прошу, и тебя, и твою жену, вы оставьте меня в покое, ладно? Оба. Вера, давай так. Ты сейчас не в лучшем настроении, да и не самое подходящее время для разговоров. Я в субботу перееду на новую квартиру, утрясу все свои дела и часам к семи подъеду сюда. Хорошо? Позволь тебе напомнить, мне уже тридцать шесть лет, мама. Я не собиралась напоминать тебе про... Твой возраст. Да, мамочка. Господи, ну что не скажешь, все не так. Ой, мам, черт возьми. Мам, я тебе позже перезвоню. Лизь, вы простите, что я так без звонка, но я мобильного вашего не знаю, а городской был в свое время занят, и я решил, что вы, наверное, дома. Ну, конечно же, я дома, не Кузя же по телефону в моей квартире разговаривает. Ой, да что мы стоим? Проходите. Спасибо. Цветы, это мне? Ой, простите, конечно, это вам. Ой, а вы безуслов. А вам так лучше. Спасибо. Да, хорошо, очень хорошо. Это цветочки, как бы, от нас с Потапычем, знак благодарности за заботу. Здравствуй. Привет. Ты куда? Ну что, переехал? Да? На, отлично. Как устроился на новом месте? О, шикарное место. Просто лучше не придумаешь. А вид из окна такой, ты себе даже представить не можешь. В общем, как в сказке. Я рада. И, знаешь, Рекс, ты мой хороший. Смотри, что я тебе принес. Смотри. Держи. Больно? Слушай, это все ерунда. Я должен сказать. Не надо. Ну что не надо? Ну ты же даже не знаешь, что я хочу сказать. Да не надо ничего говорить. Так все понятно. Не, ну правда, на чужом несчастье для всех так будет лучше. Для тебя, для твоей жены, даже для Рекс. Рекс, что ты делаешь? Я тебя не понимаю. Куда ты меня ведешь? О, слушаешь, к тебе привел. Ну, говорит, хочешь, чтобы мы и с тобой шли. Ну, что делать, Рекс? Так и быть. Пойдем с Ириной. Если ты так хочешь. У меня есть для вас встречное предложение. Я ведь только с работы устала ужасно, не ужинала. Так вот, может, мы никуда не пойдем? А? Поужинаем здесь, у меня. И вы наконец-то снимете свой дурацкий галстук. Да я с удовольствием. Вы знаете, я ужасно не люблю этот дурацкий общепит. Если что-то нужно помочь, командуйте. Кизя. Странно. Чудеса дые только. Я понимаю, ваш Поська ко мне привык. Я ж к нему каждый день ездила, кормила. А Кузя моя никому не ластится. Все цапнуть, норовить. Хлеб резать умеем? А как же. Рекс, ну прощай, будь здоров, слушайся хозяина. Ты классный, морда. нам, наверное, пора. Рекс, домой. Ну куда ты? Рекс, иди сюда. Это теперь не твой дом. Ну почему же? В смысле? В сегодняшний день это наш дом тоже. Правда, на третьем этаже, извини, ближе не получилось. Ой, тихо, тихо, ты куда меня? Куда? Да что такое? Да. Вот видишь, всем, как ты говорила, лучше не стало. так что тебе придется все-таки мне выслушать. Я все понимаю. У тебя есть мужчина, с которым у тебя непростое отношение. но если ты захочешь, я буду ждать, сколько угодно. Возможно, тебе не все во мне нравится, но это можем обсудить. Хотя, конечно же, один серьезный недостаток у меня все-таки есть. Какой? Моя собака. Ну что смешного? Ну что смеешься? Дурачок ты. Это уже давным-давно и моя собака тоже. Это неправильно. Молодые люди, можно пройти? А то, если я здесь останусь, все новости пропущу. А дальше пройти боюсь, ваша собака загрызет. Не кусается. Зальют глаза, а потом соображают, на каком свете. Закусывать надо. А сэк, неплохая идея. Какая? Так ты что делаешь? Мы договаривались, пусть я на Василия сходить в ресторан. Я ничего не обещала. Василия уже была. Ну и что? Домор дороже денег. Ну хорошо, напусти, я сама пойду. Можно я сама так пойду? Я достану себе.